Мария, прошел завидово шестой. Как вам ощущение довольной гонкой? Как все прошло на ваш взгляд? Гонка была десятая на самом деле, а не шестая. Это шестой год мы проводим соревнования, гонка как раз у нас сегодня юбилейная, она десятая. Прошло все вообще очень хорошо, я очень довольна и впервые в жизни за шесть лет мне удалось самой принять участие в соревнованиях. Я сегодня грибла, так по-быстренькому на лайте, ничего больше себе позволить не могу пока. Но хочется сказать огромное спасибо моим коллегам, которые уже достаточно автономно делают соревнования. Для меня как для организатора это очень важно, когда можно и самой немножко насладиться праздником. Ну, мне кажется, все хорошо получилось, все довольны, но еще все не закончилось, ждем награждения и танцы. А сколько участников было сегодня? Ну, на самом деле только узнаем вечером, потому что мы можем сказать сколько участников зарегистрировалось, около 470. Каждый год так случается, что кто-то не приходит. Поэтому по финишным уже протоколам, ну в принципе в онлайне уже нам видно, я просто еще не смотрела. Ну, 40 с чем-то где-то так. Какие планы на будущие годы? Там смена локации может или смена формата? Ожидается что-то такое или будете придерживаться традиций, так сказать? Ну, локацию мы точно менять не будем, потому что по разным причинам. Во-первых, очень сложно прорабатывать локацию, организаторы соревнований знают об этом. То есть нужно, ну, не знаю, если хочешь, я тебе потом покажу нашу папку, например, на согласование. То есть она очень увесистая. И это не просто документы. Нужно с каждым чиновником познакомиться, найти контакт. В общем, не всегда это с первого раза гладко проходит. Но сейчас у нас в Тверской области уже мы на хорошем счету во всех органах. Их нас знают, все нам быстренько подписывают. И это дорогого стоит на самом деле. Поэтому здесь мы достаточно уверенно и смело проводим соревнования. А локации у нас две базовые. Это Redison и River. В принципе, в рамках этих локаций мы и будем работать. Потому что это лучшие локации, премиальные. А у нас соревнования как раз таки такого формата, что... Ну, мне не хочется говорить премиальные соревнования. Дело не в этом. Дело в том, что хочется дать участникам самое лучшее. Безусловно, это сказывается на цене билета. Но большинство участников все это понимают. Именно за этим к нам приезжают. За этим форматом. Есть очень много соревнований, которые проходят в чистом поле. Туалет в кустиках. Все понятно. И там тоже душевно и весело. Но вот наши мероприятия, они про другое. Они про сервис, про классные топовые локации. И сюда действительно приезжают участники. Даже вот очень большая загрузка у Конокова River Club в этом году. Потому что многие приехали на все выходные. Отдыхать. Глэмпинги себе здесь. Номера арендуют. И отдыхают, тренируются. В общем, получают по максимуму удовольствие от наших соревнований. Я слышал, что Тверская Федерация открывается вроде с вашей помощью. Она когда уже начнет действовать? И когда будут разряды выдавать тверским ребятам? Да, мы очень хотели к Завидову успеть аккредитовать Федерацию. Она уже как юридическое лицо зарегистрирована. Но мы не успели некоторые документы дооформить. Я думаю, что скорее всего даже в течение мая уже месяца мы закончим этот процесс. И получим аккредитацию. Опять же, поскольку мы на хорошем счету, нас очень ждут и в комитете в Тверском. Ну, в общем, скорее здесь больше мячик на нашей стороне. Не успели мы доделать некоторые документы. В целом, я думаю, что все это будет, да. И мы планируем провести летом семейный совчеллендж. Мы его проводили два года в Москве. В том году не получилось нас провести. Но в этом мы его обратно вернем. Еще раз напомню, это соревнования для детей и их родителей. И, скорее всего, в этом году мы немножко расширим формат, чтобы можно было родителям больше покататься. Но это будет абсолютно все фановое, веселое, фестивальное, с танцами, с подарками. В общем, как мы любим красиво, красочно делать. И теперь наше мероприятие, поскольку у нас Федерация, да, и нам нужно там планы выполнять тоже, то теперь все наши мероприятия будут проходить в Тверской области. И семейные зызы даже. Вот. Поэтому настраиваемся ездить в Тверскую область. По большому счету, если все хорошо пойдет, вот ежегодно мы будем проводить четыре соревнования. Весной это Завидово САП-челлендж. И, скорее всего, он переедет, собственно, в Завидово. А здесь Конаково Риверклаб будет проходить осенью. Для тех, кто мечтал, чтобы осенняя Завидова вернулась, это Кубок САП-клаб. Мы его провели в том году скромненько. А в этом году уже хотим на всю катушку. Поэтому готовимся, записываемся, регистрация где-нибудь летом будет открыта. Это будет здесь, в Ривере. А весной мы встретимся в Редисоне на Завидово САП-челлендж. Летом будет семейный САП-челлендж. Предварительно здесь, но, может быть, и в Редисоне. Еще подумаем, посмотрим. И ЗЗЗ будет на Тверце. Ну там, где у нас Кубок САП-клаб был, Тверца не замерзает как и истра практически всю зиму на определенных участках. И там мы сможем провести ЗЗЗСАП-челлендж с зимой. Отлично, спасибо большое. Все круто, все организовано хорошо. Мне лично все понравилось, я думаю, остальным тоже. Спасибо большое, Илья, за отличную оценку. Подходили многие участники, и всегда я им очень благодарна, тем, кто подходит и говорит спасибо, что было классно. Потому что вот мы так люди устроены, нам, когда все нравится, мы это воспринимаем как должное. Ну, я же приехала получать удовольствие, я его получила, все как надо, сошлось. То есть, на самом деле, нам-то не хватает обратной связи, потому что если что-то было не так, конечно, вот мы об этом получим обратную связь. Поэтому еще раз хочу сказать огромное спасибо тем, кто поблагодарил, кому очень понравилось. И очень прошу оставлять отзывы, потому что для других участников и потенциальных участников это очень важно знать, что здесь хорошие мероприятия, сюда стоит приехать. Спасибо большое.